О состоянии охраны труда на территории города Лавытнанги сегодня говорили на заседании Межведовственной комиссии. Итоги первого полугодия 2015 года подвели представители Управления по труду и социальной защите населения. А специалисты отдела охраны труда и промышленной безопасности гемальского филиала «Газпромтранса» поделились положительным опытом работы в сфере обеспечения безопасных условий труда на их предприятии. О цифрах и статистике говорили лишь в начале заседания. Заместитель начальника Управления по труду и социальной защите населения Марина Волигова рассказала о состоянии охраны труда по итогам первого полугодия 2015 года. Так, обучение по программам для руководителей и специалистов в области охраны труда прошли 309 работников. За шесть месяцев 2014 обучились лишь 58. Об улучшении ситуации говорят и остальные цифры. В первом полугодии 2015 года 3624 работника. За новичный период 2014 года этот показатель составил 3077 человек. В первом полугодии 2015 года при несчастных случаях на производстве пострадало 5 человек. В первом полугодии 2014 года пострадавших было 6 человек. Произошло три тяжких несчастных случая. В смертельных случаях не зарегистрировано. За аналогичный период 2014 года зарегистрирован один смертельный случай. В Ямальском филиале «Газпромтранс» ни в 2014-м, ни за первые полугодия 2015-го года не было ни одного происшествия с людьми. Профилактические меры предупреждения несчастных случаев, проведение качественного обучения работников, постоянное повышение профессионального уровня, обучение посредством видеоинструктажа и модулей – это все помогает делать работу сотрудников безопасной. Положительным опытом работы с коллегами поделилась начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности Надежда Раскопина. Она рассказала, что такие результаты на предприятии были достигнуты благодаря слаженной и кропотливой работе всего коллектива. Политика ПАО «Газпром» – это сохранение жизни и здоровья. Ну и другое – это создание, конечно, благоприятных условий, условий труда, которые мотивируют на производительный труд. Естественно, если у нас люди работают в комфортных условиях, у них больше отдачи, больше производительности и эффективность работы. Но можно сказать, что весь коллектив задействован в такой работе? Конечно. Я в своей презентации говорила о административно-производственном контроле. Это система управления охраной труда, в которой задействованы от каждого работника до директора. На разном уровне каждый работник выполняет свои задачи по охране труда. Председатель комиссии Марина Трескова обратила внимание присутствующих на такой подход руководства предприятий к безопасности сотрудников и условиям работы. Поделиться положительным опытом в области охраны труда сотрудники «Газпромтранса» не против. Директором «Газпромтранса» в 2002 году.